Ход реализации в Верхней Волжи национального проекта «Безопасные и качественные дороги» рассмотрен на заседании правительства Тверской области. Его 30 августа провел губернатор Игорь Руденя. О том, все ли идет по плану, вы узнаете из нашего первого материала выпуска. В текущем году реализация нацпроекта на региональных дорогах Тверской области осуществляется в соответствии с установленными планами. Так завершены работы на трассах Санково-Кой, Вышневолочок-Бежек-Санково, а также на целом ряде других шоссе. В высокой степени готовности направление Тожок-Рамене, отрезок трассы Тверь-Ржев, проходящий по Старице. Реализуются дополнительные объекты, включенные в проект, в том числе благодаря экономии в ходе конкурсов. Среди них Бежеск, Кесова гора, Кашин, несколько мостов. В целом темпы набраны довольно хорошие. На данный момент отремонтировано 310 километров. В порядок приводят 37 объектов. У нас объем работ в текущем году будет более 400 километров. Прошлый год, для сравнения, это было чуть больше 200 километров. Поэтому мы планируем в этом году, если позволит погода, план из следующего года и объем из следующего года нам удастся еще сделать в этом году, в октябре месяце. В Твери на 2022-2023 годы в план работ по наспроекту включено 52,5 километра улиц. В настоящее время отремонтировано 45 километров. Завершены работы по улицам Медняковская и Крайняя, Хромова, Ушакова и Спартака, на бульваре Нагина. В завершающей стадии набережная Лазури. Проезд от Индустриальной улицы до деревни Новая Константиновка. Бульвар Гусева. Идут работы на улице Королева и Левитана и на других объектах. Особое внимание к западному мосту, для которого уже начали делать металлические секции пролета. Реализация этого проекта даст целый ряд важных плюсов. Устойчивая транспортная связь с Заволжским районом. Это медицинский кластер, это большой жилой массив. А главное, это выезд к технопаркам КСК и выезд на трассу М11. Таким образом мы получаем устойчивый транспортный коридор, хорошие пропускные способности. Мост будет 6 полос. И таким образом до проезда до трассы М11 и возможность разгрузить движение в центре города. Игорь Руденя подчеркнул, необходимо обеспечить выполнение всех дорожных работ в установленные сроки с соблюдением комплексных требований. Регулярно проводятся дни качества, в ходе которых берутся пробу покрытия для испытаний в лаборатории. Проверяются геометрические параметры отремонтированных объектов. По итогам ведется устранение недоработок подрядными организациями. Также в Верхней Волжи введены стандарты культуры производства дорожных работ, которые включают обеспечение безопасности персонала, нанесение на технику и спецодежду фирменных логотипов.